Теперь на месте бывшего пустыря во дворе дома номер 200 по улице Ленинской красуется новая спортивная площадка. Появилась она благодаря инициативе жителей. Все началось с изучения материалов по федеральной программе формирования комфортной городской среды, рассказывает Валерий Орлов, проживающий по адресу Ленинская 200. Затем жители подали заявку, и вот во дворе уже установлены тренажеры и спортивные снаряды. Новое пространство обещает стать местом притяжения молодежи и людей, которые любят активный отдых. В прошлом году там было принято, в администрации был проект, значит, предложение, что вот такого порядка жители, и мы были, в принципе, удовлетворены этим вариантом, значит, и вот в этом году успелось, как говорится, наше желание. Была вот эта площадка, ну, в апреле, в мае сделана. Спорт-объект оснащен по последнему слову воркаут-культурой. Здесь установили тренажеры для нагрузки на самые разные группы мышц. Есть турники, а также лавочки, на которых можно посидеть и перевести дыхание после активных упражнений. И вырастаем позвонок за позвонком, истец, поясничный, грудной, шейный и головок. Глава Ленинского района Елена Бондаренко отметила, жители стали намного активнее проявлять свою гражданскую позицию. Поэтому появление таких объектов – это и заслуга самарцев. В этом дворе тоже можно увидеть, что жители соседнего дома создали по одному из первых проектов, которые у нас реализовывались, свой конструктор двора. Зеленение сделали. Кроме того, дополнительно они сами очень много вложили в создание зеленой зоны. Поэтому видят, как реализуются эти проекты жители и тоже становятся новыми участниками этих замечательных проектов. Формирование комфортной городской среды – далеко не первый проект, в котором участвовал актив жителей 200-го дома по улице Ленинской. Ранее по их инициативе установили детскую площадку, заасфальтировали пешеходные дорожки и уложили новое полотно во внутридворовых проездах. Самару продолжают преображать по инициативе жителей города. До 30 мая еще можно отдать свой голос за любимое общественное пространство на федеральной платформе 63.городсреда.ру. В голосовании участвуют 20 территорий по всему городу. Победившие пространство благоустроят в следующем году по нас проекту «Жилье и городская среда». Реализация таких масштабных программ стала возможной благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Так только в Ленинском районе областного центра в 2023 году обновят 15 территорий по национальному проекту и два пространства по программе содействия, которую ранее инициировал глава региона. Михаил Ермоленко, Петр Паломеев. События.